Кайтинг сравнительно новый, но стремительно развивающийся вид спорта. Это движение по воде, снегу или земле при помощи воздушного змея – кайта. На данный момент кайтинг является самым быстрым парусным видом спорта. Рекорд скорости в сноукайтинге составляет 133 км в час. Гонки на кайте – это экстремальные парусные гонки по снегу на огромных скоростях по правилам парусного спорта с использованием тактики, а также физических сил гонщиков. В этом году фестиваль «Московское море» имеет официальный статус. «Этап Кубка России по сноукайтингу» и собрал самых именитых гонщиков всей страны. В списке участников фестиваля – имена легенды и действующие чемпионы мира. Программа «Кубка России» включает в себя соревнования в двух дивизионах – лыжи и сноуборд. В каждом из них могут соревноваться мужчины и женщины. Дополнительно в рамках фестиваля «Московское море-2014» прошли заезды в дисциплине с лалом и марафонские гонки. Мы проводим гонки, которые называются «Курс рейс». Они проводятся по дистанции, которая выставляется на льду. И спортсмены с общего старта проходят эту дистанцию, выигрывают тот, кто приходит к финишу первым. Таким образом мы проводим серию гонок и по итогам этой серии гонок выявляем победителей призеров. Конаковский спортсмен Дмитрий Проников занимается парусным спортом сравнительно недавно, четвертый год. Он не новичок в летних соревнованиях, а вот в зимнем кайтинге на уровне соревнований принял участие впервые. Вчера результаты задались не очень, так как ветра было мало. Надеюсь, сегодня будет лучше. Четыре года назад мой друг привернул меня в парусную секцию. Как только я первый раз подержал в руке кайт, я каждую тренировку ждал с нетерпением. Удачное выступление в соревнованиях в этом виде спорта все же зависит от погодных условий – количество снега, сил и ветра. Стоит отметить, что все гонки в этом году проходили при слабом ветре. И в этих условиях конаковские спортсмены парусной секции экипаж Герман Толстов и Артем Боянов выступили достойно, заняв в юношеском зачете на доске и лыжах вторые места. А если учесть, что на дистанции находились 62 гонщика и среди них действующие чемпионы, победа конаковских спортсменов выглядит весьма достойной. Огромная скорость, невероятные прыжки, дикий восторг и море положительных эмоций. Все, кто приехал на фестиваль, участники, гости, зрители – у всех осталось отличное настроение и желание вернуться на Московское море в следующем году.